Теперь давайте рассмотрим энергетические характеристики, связанные с вращательным движением. Работа по определению, это элементарная работа, напишем дельта А, равно произведению силы на dL. При вращательном движении, в качестве силы, для вращательного движения характеристика является момент силы. В качестве длины выступает угловой параметр. Поэтому мы можем переписать это выражение следующим образом. Домножим на радиус и разделим на радиус. Тогда f умножить на радиус. Давайте запишем в скалярной форме, чтобы не переусложнять с векторами. Скалярное произведение – это произведение модулей на косинус угла между ними. Соответственно, f на косинус – это проекция силы на перемещение, то есть f с индексом L. f с синдексом L направлено вот сюда, по касателям. Если мы домножим на радиус и разделим на радиус, получится f с синдексом L на радиус умножить на dL делить на радиус. При этом ничего не изменится. Но произведение силы на плечо этой силы – это момент силы. То есть будет момент силы умножить на dL делить на r. А отношение длинной дуги к радиусу – это угол. Это dφ. Ну и полученное выражение m на dφ будет справедливым, даже если его записать в векторной форме. То есть будет m вектор на dφ вектор. Таким образом можно выписывать работу и находить работу в случае вращательного движения. Опять видна аналогия. Вместо силы мы будем писать момент силы, добавляем слово «момент». А вместо перемещения мы будем писать угол. Теперь выведем выражение для кинетической энергии. Подставляем основное уравнение динамики вращательного движения. dA равно m на dφ. Я буду писать в скалярной форме. Мы подставим, что m – момент силы. Это произведение момента инерции на угловое ускорение и на β. На dφ. β связанно с угловой скоростью. Будет i dω по dt на dφ. dφ по dt – это тоже угловая скорость. Получится iω на dω. Ну и приращение от омега на dω – это и d от омега в квадрате пополам. d от омега в квадрате пополам. Ну и дальше момент инерции, который не меняется, можно занести внутрь под дифференциал. И написать, что это d от i омега в квадрате пополам. Опять же, вот этот переход омега на dω равно d от омега в квадрате пополам получается из очень часто нам встречавшегося интегрирования линейной функции, когда мы искали площадь треугольника, то есть произведение высоты на основании и пополам, и на 2. Таким образом, работа элементарная равна изменению кинетической энергии. Значит, в качестве кинетической энергии, естественно, написать, что это dE кинетическое. И в качестве кинетической энергии вращательного движения мы будем использовать и омега в квадрате пополам. Вот эта составляющая, и омега в квадрате пополам, есть часть полной кинетической энергии движущегося тела. Если тело только вращается, то кинетическая энергия равна и омега в квадрате пополам. Если же тело движется поступательно, кинетическая энергия будет равна mv в квадрате пополам. Полная кинетическая энергия, значит, это мы напишем вращательно, А полная кинетическая энергия будет равна Е кинетическое поступательное плюс Е кинетическое вращательное движение. И тогда Е к будет равно М в квадрат пополам плюс и омега в квадрате пополам. Здесь нужно отметить, что скорость и момент инерции должны быть согласованы друг с другом. Момент инерции зависит от выбора оси. Поэтому если мы выбираем у тела какую-то ось, то момент инерции будет браться относительно этой оси. А скорость это будет скорость этой же самой оси. Примером является катящееся тело. Например, обруч или шар или диск или цилиндр, движущийся в горизонтальное направление со скоростью v. Мы можем записать выражение относительно оси О. То есть кинетическая энергия его будет складываться из МВ в квадрате пополам. МВ в квадрате пополам. ВО. Плюс. Ну, давайте положим, что момент инерции этого тела равен К. КМР в квадрате, где К – это коэффициент формы. В случае диска это будет 1,2. В случае обруча – К равна 1. Тогда будет плюс К. МР в квадрате. Делить на 2 и умножить на омега в квадрате. А омега – это ВО в квадрате делить на Р в квадрате. Квадраты и радиусы сократятся. И получим здесь МВО в квадрате пополам. МВО в квадрате пополам. Множить на 1 плюс К. То есть в коэффициенте К содержится энергия вращательного движения. Доля энергии вращательного движения. Точно такой же результат мы могли бы получить, если бы рассматривали движение не относительно центра масс, а движение относительно вот этой вот точки, крайней точки тела. То есть О' – мгновенный центр вращения. Но для этой точки поступательная скорость равна нулю. И кинетическая энергия будет равна чисто кинетической энергии вращательного движения относительно этой точки. то есть кинетическая энергия будет равна и значит его можно написать, ну давайте я напишу вот сюда вот, что ЕК будет равно и О' омега в квадрате пополам. Ну а по теореме Штейнера его штрих равно КМР в квадрате плюс еще МР в квадрате, то есть единица плюс КМР квадрат. И опять мы получаем, что это будет МВ0 квадрат пополам на единица плюс К. Вот это пример для нахождения кинетической энергии катящегося диска, шара, ну или любого обруча, или тонкостенного цилиндра, любого круглого объекта. Субтитры создавал DimaTorzok